Это место падения, предположительно, российского беспилотника, один из частных секторов Константиновки. Здесь не оказалось на месте падения обломков пострадавших. Сейчас мы видим, как эти обломки для дальнейших экспертиз грузят пуры. Ракета сосуда ударовала. Вы имеете в виду беспилотник, что какой-то беспилотник? Беспилотник, да. И пошел вот так вот спиралью вниз. Ну все, ну над нами, кружится. Боже мой. Дядька Вов потекает. Сам подвал побежал. Да ну да, видите, какие обломки серьезные. Сын мой говорит, что делать, батя? Я говорю, давайте дальше. Я тут кружил, кружил, кружил и сюда. Пошел, шарахнуло. Боже мой. Ну что, вышли, пришли. Все, гореть. Подходить, боимся, чтобы оно ж не... До угла дошли, сюда где-то, а оно начало взрываться. Надо уходить. Жень, пошли в машину. Пока все службы занимались своей работой на месте падения и обломков БПЛА, буквально в двухстах метрах отсюда прогремел второй взрыв. Сейчас, находясь на месте, мы видим, как пылает жилой дом, в котором, предположительно, находились люди. Ожидают спасателей. Мы были, где вот это БПЛА упал. И оно как долбануло. С этой стороны у нас два выбила. А на втором окно было открыто. А там же, нам сказали, есть люди, да? Да, ну уже все. Вот эта же машина приезжала, это его. А там машина у него сгорела. Тихтовая. На сегодняшний день Константиновка является одним из самых опасных районов Донецкой области по линии фронта. С одной стороны, боевые действия в Часов-Яре, с другой стороны, в Торецке. Порядка 10 километров до фронта. С понедельника, с 7 октября в городе действует новый комендантский час. Он будет составлять 20 часов в сутки. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области. Для телеканала «Видом».